Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Лебо Анимейшнс. И наконец-то я сделал долгожданное видео обзор всей моей коллекции мини-фигурок клонов, джедаев и республиканцев. Хочу извиниться за задержку видео, очень давно не выходило видео целый месяц, и на этом у меня есть две причины. Первая это учеба, а второе это искать имена фигурок очень тяжело, особенно кастомов, например, этой фигурки. Я ломал голову, кто это, так как не поймешь, что это за фигурка, откуда она, так как не участвовала ни в одном наборе. Но, тем не менее, если вы видите это видео, то, значит, я узнал, кто это. Следующая информация, мне идет обзор, ну, набор 7258 под названием Атака Вуки. То есть следующее видео, если я его выложу, а я надеюсь, что оно будет через неделю или две, то будет как раз этот обзор. И, кстати, хочу сказать, что следующие обзоры, это будут только обзоры наборов. Мне один подписчик писал, чтобы я сделал обзор всей моей коллекции мини-фигурок из пакетиков, то есть из серии мини-фигурс. Я это сделаю, но не сейчас. Сейчас я буду снимать обзоры, как я ранее сказал. Начнем с подсчитки всего, всей моей армии фигурок, это всех фигурок на пластинке, это 95 штук. Из которых 56 клонов, 2 бойца Сената, 7 республиканцев и 31 джедай. Начнем с клонов, клоны одни из моих самых любимых мини-фигурок, вообще все. И начнем мы с первых фаз брони, штук у меня их 30, но я не считаю вот этих двух бойцов Сенатской гвардии. Сразу скажу, их двое, это командир и один из бойцов. Из вооружения у них у обоих винтовки. Начнем мы, наверное, с военачальников, то есть главнокомандующих. Первый это капитан Рекс, дальше за ним командир Коди, командир Фокс, командир Гри. За ним идет клон капитана, клон командир. Дальше идут 8 штук, это обычных клонов из мультсериала. Их, ну, как я ранее сказала, 8, и у каждого ряда свое оружие. У этих бластеров 4 штук и у других 4 штук винтовки. За ними находятся клоны из фильма, тоже самые стандартные. Первый ряд это 4 штуки, они с бластерами и 2 штуки с винтовками. То есть всего клонов из фильма у меня 6. За ними идут, как я говорю, такие уже раскрашенные клоны, как бы это глупо не звучало. Но у них у всех есть свое знание и свое предназначение. Это клон механик, дальше 2 клона пилота. Я их воссоединяю, хотя это клон пилот из фильма, а этот из мультсериала. За ними идут 2 клона сапера с бластерами и 2 бойца из батальона Иткота. Ну, то есть это бойцы из батальона, в котором командует Иткот. Такой джедай. Из вооружения у них, ну, бластер, вот, возьмем только одного из двух. У одного вот такой продолговатый бластер, как я говорю, а у другого самый стандартный. Так, дальше за ними идут 3 штуки разведчиков. Этот разведчик с джианозиса, он выполнен в таком бордовом стиле. И понятно, что он из джианозиса, то есть бордовый цвет песка, ну, и как-то так. Дальше идут 2 стандартных разведчика. Дальше у нас... Как я понял, возможно, это не так, но очень похоже, что это капитан 501-го легиона. Так как капитан Рекс, как только он выяснил, что во всех клонах есть чипы, он вместе с своими двумя, так называемыми, братьями, по-моему, с командором Грегором и Вульфом, вытянули чипы, и они больше не были пригодны для армии. Поэтому, конечно же, как полагается, надо было выбрать другого капитана. И вот это, похоже, один из таких капитанов. Если иметь в виду, что 501-й легион был, как говорится, кулаком Вейдера, это был батальон, который полностью охотился за джедаями, то, конечно, им нужен был хороший военачальник. Из оружия, ну, у него такой ручной днемет небольшой в виде бластера укороченного, и маленький укороченный бластер. Вот такие вот наплечники, похожие на него. Какая-то фирма, которая воссоздает аксуары для лего, типа Брикворс или Брикармса. Ну, и дальше черная голова. Такой вот кастомный шлем. Видно, что сам кто-то нарисовал. Но это я заказывал, поэтому это не мой кастом. За ними идёт два командира и один спецкомандр, который считается эксклюзивным, так как он из книги. Ну, если вам интересно, что за его шлемом, обычная голова клона. И ещё у него такой вот шлем. Прикольно. За ними идёт спецклон Арф, то есть АРФ-элитный солдат, солдат 501-го легиона и солдат с реактивным ранцем. За ним идёт три самых обычных клона. Кстати, у вот этого, который выпускался, по-моему, в 2014 году, в маленьком наборчике турботанк-клонов, у него очень классное оружие Брикворса. По-моему, мне они очень подходят и выглядят очень классно. Ну, за ними идёт два десантника 212-го батальона командира Коуди и два обычных солдата командира Коуди. Четыре бойца джианозиса. Это два десантника и два обычных бойца. Потом ударные бойцы, такие вот красненькие, и идут пилоты. Как я понял, это пилоты из разных истребителей, они во всех истребителях, но у меня именно эти пилоты из набора под артикулом 72-59, который называется R-170 Starfighter 2005 года. Но я знаю, что в 2006 году вышел наборчик, в принципе, похожий, ну, из той же группы, в котором также виднелся один такой боец, который, в общем, полностью изменил мою точку зрения, откуда эти клоны. Они полностью участвовали в армии. И за ними два десантника 41-го элитного корпуса, которые виднелись в третьем эпизоде в битву за Кашинк. Вот и все мои клоны. Вот так вот я узнал про них информацию. Очень, мне кажется, подробно и интересно. Если интересно, влепить лосик. Я готовился долго. Ну и начнем. Как я ранее говорил, у меня 31 джедай, и они разделены на два столбика. Первый столбик. Это из мультсериала и второй из фильма. Вот до сюда они, где заканчивается люк. Начнем с мультсериала. Это Два магистра Йоды, Кеоди Мунди, Плокум, Луминара Андулия, Энакин Скайуокер, потом Энакин Скайуокер в теплой одежде, Асока Тана, дальше Баррис Офис мультсериала и идут теперь из фильма, так как из мультсериала закончились. Печалька. Дальше Два магистра Йоды, два Майс Винду, у этого, кстати, светится меч, если нажать на голову. Четыре Убивана, то есть два из третьего эпизода, один из второго и один из оригинальной трилогии. Это, по-моему, да, из четвертого эпизода. Он только там виднелся. Ну, там же и погиб. Должно быть четыре Энакина Скайуокера, но малыш, я не помню, где он у меня. Нет, хотя помню, но он у меня не собран. Поэтому еще одна мини-фигурка должна у меня добавиться. еще один Энакин Скайуокер малыш, но он выглядит как не малыш, хотя, ну, сами все поняли, большие ноги знак того, что он не должен быть малышом, хотя в наборе он должен был быть маленьким, просто в тот, в те, далекий 2000-й год. Откуда у меня, кстати, эта фигурка? Не делаюсь маленькие ноги. Дальше, ой, фокусировка. Да, хорошо. Еще два Энакина, это Энакин с второй части и с третьей. Все, все, мы самых главных героев от них избавились, хотя у нас еще люки. Теперь, буду вспоминать, кто они такие. Это Стас Али. Я даже приближу немножко, чтобы вы получше видели. Нет, не получилось, не получилось, не получилось. Так, ну, как-то вот сюда можно быть. Ну да, вот так вот. Может, получится. Нет, не получилось. Ну ладно. Вот так вот, наверное, все виднеется хорошо. Стас Али. Дальше идет Климан Требор и Баррис Офи, но это уже из третьего эпизода. Конечно, она не виднелась, но она из набора Болотный Спидер. Дальше у нас идут люки, да, их армия, пять штук, должно быть, шесть, один тоже куда-то делся, два люка, уже пилоты, один Статуина, наверное, самый ранний, который у нас встречался, не в плане, когда выпустили, а в плане, когда он появился в киновселенной. Дальше один из шестого эпизода, это уже Рыцарь-джедай, еще один Рыцарь-джедай, он уже старее, и еще один должен быть такой, Рыцарь-джедай, но он у меня где-то потерялся, хотя я его могу найти. То есть еще один жедай должен у меня быть уже два. Так, из жедаев это все, и осталась Республика. Из Республики у меня всего лишь семь фигурок, хотя должно быть восемь, но восьмая фигурка ее разобрал, так как она выполнена ну, не так. Это был какой-то министр, в общем, какой точно, я уже не помню. Три Падма-медалы, ну, а то не принцессы, конечно, но тем не менее, то есть и королевы, вот это, наверное, в самом плохом состоянии, очень некрасивая, в плане того, что очень искореженная. Сейчас фикусировка, фикусировка, давай, 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 вот, я бы здесь его увидели, ну, плохо, конечно, вот, да, ну, вы, я думаю, увидели, что вы тут у нее, вот, видите, у нее тут трещина, и немножко все искорежено уже, ну, старенькое, 1999 года, поэтому оправдание такое, ну, и другие две, Падме, одна из мультсериала, другая тоже из фильма, из второй части, дальше идет офицер по безопасности на боу, хотя, я думаю, таких офицеров у некоторых собралась армия, поэтому у них это бойцы обычные, ну, очень, по моему мнению, хороший боец, хорошая мини-фигурка, если хотите сделать что-то такое, что космическое, но не относится к издалсту, снобой, и последняя фигурка, которая связана с набой, это пилот на снобу, ну, понятно уже, и две фигурки, это последние фигурки, один республиканский солдат с винтовкой, и один республиканский солдат с таким вот пулеметом, как вы поняли, если вы видели обзор всей моей армии дроидов, и ситхов, и сепаратистов, там вы видели двух солдатов ситхов, и еще тут два, то есть это батлпак, был с наборами из Old Republic, и последние фигурки, извиняюсь, это три фигурки, которые я не отнес ни к чему, хотя эту можно было к чему-нибудь да, отнести, это я вам скажу, сейчас я вам скажу, Сотель Шан, вспомнил ее имя, это Сотель Шан, из тоже из Old Republic, но она мне досталась просто даром, я ее просто нашел, дальше у меня идет Рэй, который, кстати, я добавил синий меч световой, который у меня был, и упала, бедняжка, и, кстати, он у нас виднелся в седьмом эпизоде, жду не дождуть восьмого, который выйдет еще в семнадцатом году, или семнадцатом, поправьте меня, если знаете, ну и последняя фигурка из мультсериала повстанцев, Тезер Бриджер, со своим замечательным шлемом курсанта, империи, так, все, вот и все, это все мои мини-фигурки, наконец-то, мой список освободился в этом плане, кстати, спасибо белому котику, потому что, в принципе, он меня очень поддерживает, смотрит мои видео часто, и дал мне совет купить вот такой вот набор, из Ниндзяга 7591, спасибо тебе огромное, на него будет обзор, и поэтому ждите, когда точно, я не знаю, но знаю только, точно, что после 72-58, ну и последнее, это всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, лепите прям вот такой вот большой палец, потому что очень долго готовится видео, и те, кто не понимают, как это тяжело готовится к видео, не понимают, как это очень трудно, то это очень грустно, если не верите, то просто сделайте свой канал, и попробуйте его продвигать, пытаться делать его популярным, хотя бы на 100 подписчиков, хотя у меня уже 300, ну ладно, всем пока, 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 Продолжение следует...